В Красноярске начали продавать так называемые интермодальные билеты в Крым. Это своего рода комбинированные перевозки, то есть по железной дороге из Красноярска. Можно уехать в Адлер или Анапу, а далее на автобусе и пароме. Во сколько обойдется дорога на новый российский курорт, выяснял Вадим Куликов. На вокзале пока нет особого ажиотажа. Билеты в Крым не скупают пачками. Но это всего лишь временное явление, ведь еще мало кто знает. Сигналы остановки сняты, стрелки распределены. Еще несколько лет назад из Красноярска можно было уехать в Симферополь по железной дороге. Сейчас в связи с обстановкой на Украине это невозможно. Поэтому предложен интермодальный вариант, который включает в себя железнодорожный, автомобильный и морской пути. Пассажиры покупают билеты до Анапы либо до Адлера и получают талон на дальнейшее следование. С ЖД вокзала на автобусе в морской порт, с причала на пароме до берега Крыма, далее на автобусе в любой курортный город. К слову, организацией перевозок по дороге и морю занимается транспортная дирекция Олимпийских игр. Поэтому сложностей быть не должно. Итак, летом из Красноярска в Анапу или Адлер билет будет стоить около 6 тысяч рублей. Далее, например, из Анапы самый дорогой билет до Севастополя 430 рублей, дешевый до Керчи 150. Из Краснодара в Евпаторию можно попасть за 880 рублей, в Ялту за 250. Пассажиры, которые следуют, например, на лечение, по льготе могут получить скидку только на ЖД-перевозку. Далее на автобус и паром скидки не распространяются, потому что их и так датирует государство. Детям до 5 лет билеты на автобус и паром бесплатные. Что касается авиаперевозок, то субсидировать перелеты государство начнет не раньше июня. На это потребуется 700 миллионов рублей. Но по предварительным подсчетам билет в Симферополь из Красноярска может обойтись 5600 рублей. Из Норильска 6800. Вадим Куликов, Александр Мадеченко, Вести Красноярск.